МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На санях и с клюшкой. Как развивается новый вид спорта? Сладж-хоккей. Долги перед работниками предприятий Чувашавтотранс и Чувашавтодор будут погашены в сжатые сроки. Какие для этого предпринимаются меры, обсудили в Доме правительства. Сегодня на свое первое заседание собрались члены межведомственной комиссии по вопросам своевременной выплаты заработной платы. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Ранее у нас было несколько комиссий, которые создавались при министерствах и ведомствах. Но для повышения эффективности работы мы объединили их и будем работать в новом составе на результат по конкретным темам и проблемам. У членов вновь созданной комиссии работы непочатый край. Долги перед работниками предприятий республики превышают 25 миллионов рублей. С учетом сложности в реальном секторе экономики, с учетом закредитованности наших организаций, сегодня эти проблемы то в одном месте возникают, то в другом месте возникают. Совместно с прокуратурой, следственным комитетом, судебными органами, госинспекцией труда мы стремимся и работаем, чтобы ликвидировать эти долги перед работниками. В списке должников 20 организаций и лидер антирейтинга предприятия «Чуваш Автотранс». Гендиректор Сергей Фомичев делает амбициозные прогнозы. В ближайшее время крупнейший перевозчик республики должен войти в ровный режим работы без убытков. И тогда работники будут получать зарплату без одержек. Задолженность по заработной плате на 28 августа составляет 12,7 миллионов. Ежедневно в среднем производится выплата заработной платы в размере 620 тысяч рублей. На сегодня собственными силами предприятие полностью погашена задолженность по заработной плате за июнь и аванс июля. Чтобы вывести предприятие из долгового беке, необходимо оптимизировать расходы. В рамках программы финансовое выздоровление с мая 2017 года ведется работа по централизации управления. Ведется работа по передаче имущества из филиалов в эти подразделения, по окончании которой будет разработан новый устав предприятия, и затем филиалы будут ликвидированы. Долги предприятия росли, в том числе и из-за хищения и суточной выручки. Чтобы решить эту проблему, подвижной состав необходимо оснастить видеокамерами и счетчиками пассажиропотока. В рамках пилотного проекта на ряде автобусов установлена система видеонаблюдения, но в силу ограниченных финансовых потоков, понятно, весь подвижный состав сегодня не можем оснастить видеонаблюдением. Но по итогам работы данных автобусов, безусловно, есть и положительная динамика по выручке. Мы разберемся, соответственно, и выйдем на нормальный уровень отношений. Все тогда будет нормально, и коммерческая организация по перевозке пассажиров тоже будет зарабатывать. По маршрутам надо смотреть. Сейчас городские власти и муниципальные власти, соответственно, сельские местности переводят определенные межмуниципальные. Там министерства транспорта должны высмотреть на эти вещи, какие маршруты будут выгодны прежде всего для пассажиров. Тревожные звонки поступают и от работников предприятия «Чуашавтодор». Более 800 человек уже больше года не могут дождаться заработной платы. 52 миллиона у нас является задолженность по заработной плате, которую мы планируем все-таки погасить до Нового года. Погасить долги в полном объеме предприятие «Банкрот» может только распродав свое имущество. Но эта работа буксует. Проверки показали, что реализовать ликвидные объекты было возможно в более сжатые сроки. 8 августа 2017 года обеспечено получение положительных заключений на имущество базы отдыха «Дорожник» с подтверждением рыночной стоимости. Насколько я владею информацией, это около Волжской зори, да, там, где вот Сутерка, так? Волжанка. Волжанка, да. Ликвидное место на берегу Волги. Согласно федеральному закону... На торги это самое не выставили вы его? Согласно федеральному закону о банкротстве я должен собрать комитет кредиторов, на котором утвердить должен положение. Утвердили? Утвердил положение. Когда? На сегодняшний момент, 12 октября, будет выставлено данное имущество. Работать надо с честью и достоинства, выполняя свои прямые функциональные обязанности. «Вы прекрасно знаете, что сегодня говорить о том, что торги состоятся с первого раза, тоже некорректно. И говорить о том, чтобы вы в октябре проведете эти торги, и таким образом имущество будет отчуждено, тоже таким образом я расцениваю как некое введение в заблуждение». Глава республики отметил, что затягивать торги недопустимо. Также Михаил Игнатьев потребовал составить подробный график погашения долгов. За этой работой наладят тотальный контроль. Дмитрий Ковалев, Росель Мухаммедов, Республика. Отношения между Чувашской республикой и Республикой Крым вышли на новый уровень. Накануне в Крыму в местном парламенте встречали делегацию из Чувашии. Итог – подписание соглашения. Сотрудничество двух республик началось сразу после возвращения Крыма в состав России. Продукция ведущих предприятий электротехнического кластера Чувашия «Экро», «Бреслер», «Чебоксарский электроаппаратный завод» использовалась при восстановлении линий энергоснабжения в Крыму. Сотрудничество продолжается и в рамках строительства второй очереди энергомоста. Правительствами Чувашской республики и Республики Крым уже в 2014 году, в сентябре, 20 сентября подписано соглашение в области промышленности, в области обмена научно-техническими знаниями, в области социальных и культурных взаимодействий. Это уже соглашение работает. Будем подписывать межпарламентское соглашение. Направлено прежде всего на улучшение законодательства на уровне региона. Отдельное внимание в ходе диалога стороны уделили вопросам социально-экономического выравнивания и развития территории. Мы, конечно, вышли уже совершенно на другие качественные показатели. У нас растет очень серьезными типами валовый региональный продукт, промышленность растет, по сельскому хозяйству очень хорошие показатели. Со многими регионами уже выставились устойчивые экономические отношения. Крым интересные регионы как для вложения инвестиций, так и для отдыха и многих культурных обменов. В общем, есть чем заниматься на межрегиональном уровне. Расширение сотрудничества позволит усовершенствовать федеральную и региональную законодательную базу. Межпарламентское соглашение будет включать в себя подготовку совместных общих обращений, анализ нормативно-правовых актов и осуществление контроля за исполнением законов. Татьяна Филатова, Республика. Совсем скоро прозвенит первый звонок. В новом учебном году в Республике за парты сядут 134 470 учеников. Среди них есть и те, кто начнет и продолжит учебу в новых школах. Речь идет об учениках кошмашской средней школы Маргаушского района. Этот вопрос еще раз подняли на совещании у главы Республики. Надзорные органы запретили открывать школу в этом учебном году. 80 ребят будут учиться в Ситракасах и Маргаушах. Школьные автобусы с дополнительной нагрузкой вполне справятся, считают в Минобразовании Республики. Михаил Игнатьев еще раз подчеркнул, жизнь и здоровье детей главнее всего. О ситуации на сегодняшний день рассказал министр образования. 11 человек пока на данном этапе не определились. Они определятся сегодня-завтра. Уведомления им заказным письмом отправлены. Они определятся. Мы будем способствовать этому. Что касается детей, мы этот вопрос закрываем. Что касается учителей, их всего 16 педагогов. Один уволился. Один уволился. Далее. Три совместителя. Они работали в Маргаушской средней школе. Три отказались. Трудоустроение им было предложено. Место для трудоустройства это пенсионеры. Остальные педагоги. Они буквально сегодня-завтра определяются с местом работы. Судьба учеников и учителей находится на контроле правительства республики. Так что эту тему нет смысла поднимать еще раз. Тем более людям, которые не очень в ней разобрались, отметил глава Чувашия. Там от имени народа, от имени родителей выступают. Они как адвокаты начинают на самом деле, на пустом месте создавать резонанс. Это уже публичное мероприятие было. Один мужчина как начал, соответственно. Мы его выслушали до конца, вся аудитория. Потом начинаем вопросы задавать. А он в отдельных вопросах, даже не в теме. Вопрос с администрацией района проработан. Проблем быть не должно. А создание комфортных и безопасных условий для обучения детей – это принципиальная позиция правительства республики. Подчеркнул Михаил Игнатьев. Радион Архипов, Расим Махаметов. Республика. Школьные сборы чудесные. В Чебоксарском комплексном центре соцобслуживания будущим первоклассникам сделали подарок к новому учебному году. Спасибо, папа! Умение общаться со сверстниками. Умение думать творчески и интеллектуально. Писали, читали. Мне очень хочется пойти в школу. С семилетним Лешей к школе готовится еще 30 будущих первоклассников. А помогают им участники благотворительной акции «Собери ребенка в школу». К примеру, Чебоксарско-Чувашская епархия подарила констовары и спортивную форму. Собирали тетрадки, приносили в храмах, блузки. Нельзя сказать, что это дорогостоящее. Но я думаю, что в глазах Божьих даже маленькие добрые дела, маленькие их подарки не имеют большую величину. Здесь очень много нужного для школы. Папки, тетрадки, дневник. И сама сумка для сменки пригодится. Помочь собрать ребенка в школу можете и вы. Одежду, обувь, учебные принадлежности – все это ждут в Центре соцобслуживания. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. На несколько дней старинный город АллатРь стал местом паломничества делегации православной молодежи. Поездка организована Федеральным агентством Россотрудничества, которое реализует государственную политику международного гуманитарного сотрудничества. Это совместный проект приходов православных храмов иностранных государств. До этого юноши и девушки уже побывали в Москве, Владимире, Нижнем Новгороде. В составе делегации – преподаватели учебных заведений, воскресных школ, представители синодальных отделов, епархии, специалисты других областей. Молодые люди стран СНГ, ближнего зарубежья – Сирии, Турции и Туниса, которые исповедуют православие, познакомились с работой приходов Русской Православной Церкви. Делегатов Руссотрудничества интересовала практика организации помощи детям-инвалидам, малообеспеченным, бестомным, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В латуре молодые люди познакомились с работой отделения социальной адаптации музыкальной школы, которая помогает детям-инвалидам общаться и развиваться. Мы веселые мадрюшки, ладушки, ладушки, нам так как у нас сапожки, ладушки, ладушки. Посещая этот центр, это очень такой необычный, восхитительный опыт. Работа с такими детьми – это большой труд, это большое благословение, очень благородное дело, которое здесь осуществляется очень профессионально и заодно облегчается болезнью с детьми. Рады видеть такое замечательное здание, такой труд вложен сюда, столько сил, внимания и любви чувствуется в этих стенах. Мы благодарим, конечно, что нас пригласили посетить этих детей, очень хорошая работа проводится с ними, любовь чувствуется в каждом ребенке. Участники проекта посетили Киево-Николаевский женский монастырь, Свято-Троицкий мужской монастырь, основанный в 1566 году по указу царя Ивана Грозного. Многие даже не подозревали о существовании этого старинного города, тем приятнее были их впечатления. Дружелюбность особенно встретилась в лицах людей, какой-то размеренный, спокойный лад жизни, улыбка на лицах. Также меня удивило количество православного населения и удивило количество церквей на такой малой территории. Больше узнать о православных традициях, культурных обычаях, перенять практики социального служения, благородную миссию, которую с удовольствием выполнили зарубежные гости. Они уверены, что в будущем смогут использовать полученный опыт у себя на родине. Татьяна Молокова, Республика. Театры столицы Чувашии активно готовятся к новому сезону. Большинство из них распахнут двери для публики в начале сентября. В прошлом сезоне русский драматический театр внешне похорошел, пережив ремонт, и пополнил репертуар пятью новыми спектаклями. В 95-й сезон театр открывает комедия Карла Гальдони «Венецианские близнецы» и приглашает всех желающих перенестись в Италию 18 века. В День знаний спектаклем посвящения в школеры откроет сезон Чувашский государственный экспериментальный театр драмы, в народе известный как Мимтеатр «Дождь». Чувашский государственный театр оперы и балета начнет 58-й сезон оперой на чувашском языке «Шевармань». Пожалуй, позже всех начнет свою работу Чувашский академический драматический театр. Коллектив отмечает солидную дату – в январе 2018-го исполняется 100 лет со дня его создания. Во второе столетие театр стартует спектаклем «Константин Иванов». Следующий сюжет подготовили юные журналисты нашей телерадиокомпании. Речь в нем пойдет о новом виде спорта и неограниченных возможностях. Гость нового выпуска программы «Бухты-барахты» слэдж-хоккеист Даниил Балатай. Мальчик твердо решил стать знаменитым спортсменом. Купил на свои деньги форму и специальные сани. Когда вообще садишься первый раз, вот тогда трудно, да. Вот сейчас я уже как бы давно тренируюсь, уже три месяца, даже больше. И мне уже как бы легко. Вот человеку клуба КХЛ, который обычно хоккеист сел в сани и даже поехать не смог. То есть для людей, которые совершенно в первый раз садятся вот в такие сани, это сложно. Несколько раз в год Даниила отправляется на сборы в разные города страны. Ведь в Чебоксарах своей слэдж-команды пока нет. На просьбу родителей провести тренировку для Дани на родине откликнулся хоккейный клуб Чебоксары. Я не боюсь даже разбить лицо. Я знал, куда я иду. Я знал, что это вообще за спорт, что это жесткий спорт. Я знаю, какие там травмы бывают. Вплоть до проблем очень серьезных. Я к этому готов. Потому что хоккей – это мое призвание. Я очень люблю хоккей. Получить новую специальность или повысить уже имеющуюся квалификацию можно в учебном центре НИВА. Репортаж об этом смотрите далее. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. 40 лет учебный центр НИВА готовит специалистов для сельского хозяйства. Самые популярные профессии – тракторист, сварщик, оператор АЗС и другие. Всего в списке образовательных программ подготовка по 200 направлениям. Одна из востребованных – подготовка специалистов по безопасности дорожного движения. Направление, которое требует серьезного внимания – это консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов. Поскольку если в организации переводятся грузы по высшей опасности, это опасные грузы, они должны обязательно назначаться. Консультанты проходят обучение тоже два месяца. Основное направление работы – подготовка водителей всех категорий. В учебном центре пять современных автодромов, более 130 машин и тракторов. Ежедневно здесь дают экзамены и будущие трактористы, и будущие водители. В прошлом году более 3000 человек получили права категории «Б» и около 900 права на вождение трактора. Недавно в учебном центре появилась новая услуга – обучение вождению на квадроциклах. Когда наша семья приобрела мототехнику, стала необходимость получения прав на эту категорию. И мы решили учиться именно здесь. Сейчас уже сточились правила сдачи экзаменов по категории «Б». Поэтому в учебном центре уделяют большое внимание качеству подготовки будущих водителей. Здесь есть тренажеры, первоначальные навыки, ученики у нас получают на тренажерах. Машины есть и новые, и старые, но за старыми мы следим, все равно ухаживаем за ними. Запчасти, если что сломалось, нам сразу приводят, меняем. Ну, в общем, они у нас в исправном состоянии. В учебном центре продолжают и традиции подготовки специалистов для аграрной отрасли. Особенно популярны сейчас ветеринарный врач, фермер, аппаратчик обработки зерна и другие. В том году открыли дополнительное структурное подразделение села Калинина на базу бывшего училища. Также сейчас собираемся открывать, значит, Шумерли, Алатари. Мы собираемся охватывать весь, всю эту республику. Учебный центр «Нива» – государственное предприятие. Здесь работают преподаватели, имеющие большой производственный опыт и стаж работы. Многие имеют научные степени. После обучения в центре слушатели получают сертификаты и дипломы установленного образца. Специалисты, прошедшие здесь обучение, всегда востребованы и всегда находят работу.